Батюшка, а есть какой-то секрет счастья? Как быть счастливым и радостным человеком? Вы знаете, наверное, да. Нужно ценить то, что у тебя есть. Потому что очень часто люди приходят в храм и на исповеди начинают сетовать на жизнь, на судьбу, на Бога. Все плохо, нет здоровья, маленькая зарплата, небольшая пенсия, нет хороших жилищных условий. Мы живем в Хрущевке, а сосед мой живет в коттедже. У меня маленькая зарплата, у него большая. А вы знаете, ведь все познается в сравнении. Когда нас священников часто приглашают в печальные места, к постелям больных, умирающих людей, в хосписы, в реанимации. Вот там начинаешь по-другому смотреть на жизнь, начинаешь ценить каждый новый день в твоей жизни. Потому что сегодня ты здоров, силен, полный энергии, молод, красив. А завтра случится с тобой какая-то нелепая авария, какая-то болезнь, какой-то вирус проник в твой организм. И все, твоя жизнь уже висит на волоске и ничего в этом мире не стоит. Поэтому какое счастье утром самому встать и дойти до туалета. Какое счастье проснуться и своими глазами видеть лучи восходящего солнца. Какое счастье своими ушами слышать весной и летом пение соловья. Какое счастье своими ушами слушать Моцарта, Бетховена, Баха, голоса любимых людей. А ведь есть люди, которые, увы, лишены этой возможности видеть своими глазами и слышать своими ушами. Поэтому по сравнению с ними мы счастливые люди. И вот секрет счастья в том, чтобы ценить то, что тебе дал Бог. Чтобы не получилось по общеизвестной народной пословице, что имеем не храним, а потерявши плачем. Слава Богу за все. Есть кусок хлеба, есть стакан молока, есть крыша над головой, пусть хрущевка, но она твоя. Есть рядом с тобой отец, мать, слава Богу. У других родителей уже ушли в иной мир. Есть у тебя брат, сестра, муж, жена, дети. Слава Богу, это твое маленькое счастье. Ведь если так сказать честно, для счастья человека не так уж и много надо. Быть здоровым самим, чтобы были здоровы твои близкие, а все остальное можно тихонечко заработать. Деньги заработал, растратил, снова заработал. А вот жизнь, здоровье, если потеряешь, то не купишь даже за самые очень большие деньги. Нет такого магазина, где можно купить вторую жизнь и второе здоровье. Поэтому нужно ценить каждый день как бесценный Божий дар. И тогда, если ты будешь ценить это, ты будешь счастлив. Потому что счастье начинается в сердце человека, как и Царствие Божие. Как говорил Христос, Царствие Божие внутри вас есть. А Серафим Саровский давал рецепт, в том числе и земного счастья. «Стяжите дух мирный, и вокруг вас спасутся тысячи». Если есть мир в душе, в сердце, то человек счастлив. А если у него много денег, но нет мира в душе, то никакие внешние блага и внешние богатства человека не могут сделать счастливым. Мы, наверное, знаем такое выражение. Когда душа болит, какое-то беспокойство на душе. Казалось бы, человек богатый. Но ведь мы сами знаем, что и богатые бывают несчастные, и богатые тоже плачут. Поэтому, наверное, счастье не в богатстве, не в деньгах, а вот именно во внутреннем мире, в душе, в этом духовном спокойствии, в мире с Богом, с ближними своими. Если есть этот мир, ну вот этот мир обвести можно как? Как? Имея доброе сердце, постараться уметь прощать тем, кого ты любишь. Потому что только тот умеет по-настоящему любить, кто умеет прощать того, кого любит. А ведь, если сказать честно, каждый человек на этой земле хочет любить и быть любимым. Каждому хочется иметь свое гнездышко, семейное уют, тепло, чтобы тебя, думаю, кто-то ждал, радовался встрече с тобой, будь то жена или дети, или муж. Поэтому вот счастье такое человеческое, небольшое, маленькое, оно заключается, наверное, прежде всего в семье, когда там есть взаимопонимание, уважение членов семьи между собой. Ну и, конечно же, любовь. Потому что любовь – это фундамент человеческого счастья, как и христианского вероучения. Потому что все основано на любви, ибо Христос, пришедший на эту землю, сказал, заповедь новую даю вам, да любите друг друга. А все остальные заповеди только прилагательные к основной заповеди, заповеди любви. Если ты любишь Бога, то ты побоишься грешить против Него, обижать Бога своими грехами. Если ты любишь своего мужа, или свою жену, или своих детей, то ты будешь стараться сделать для них только самое хорошее и только приятное. Поэтому любовь – это тот стержень, с помощью которого человек может обрести счастье. Субтитры создавал DimaTorzok